Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучать тему, связанную с проблемами глобализации и внешнеэкономической деятельностью на международном рынке. И сегодня я хотел бы более подробно поговорить с вами о проблемах маркетинга. Маркетинг – относительно новое понятие в нашей жизни. И мы стали употреблять этот термин с того момента, когда наша экономика стала переходить на рыночные рельсы. Когда у нас была плановая экономика, мы не занимались маркетингом, потому что все было заранее спланировано. И кроме рекламы, никаких инструментов маркетинга в советское время мы не использовали. Но вот когда мы стали развивать свои взаимоотношения с другими странами и вышли на мировой рынок, мы заговорили о том, что и нашим предприятиям необходимо овладеть маркетингом, овладеть инструментами маркетинга, потому что без умения работать на рынке мы не сможем достигнуть того или иного успеха. И вот те фирмы, которые выходят на международный рынок, они в первую очередь должны сейчас очень серьезно изучить все маркетинговые вопросы, потому что более острая конкуренция, гораздо большее количество производителей тех или иных товаров на рынке, знания, так сказать, особенности маркетинговой среды, все это требует определенной подготовки. Без знаний маркетинга мы не сможем сейчас сотрудничать ни с одной зарубежных фирм и не можем выйти на международный рынок. И поэтому мы сегодня поговорим о том, как мы могли бы использовать маркетинг в деятельности наших предприятий, которые выходят на международный рынок. Маркетинг – это одна из составных частей современного менеджмента. Некоторые вообще считают, что это одна из ключевых функций менеджмента, то есть умение работать на рынке. И вся стратегия фирмы выстраивается, исходя из того, что вам подсказывает маркетинг и маркетинговые исследования. Существует много различных определений, как мы можем, так сказать, определений маркетинга. Но я вам просто приведу одно, которое, в общем, более-менее соответствует всей маркетинговой деятельности. Значит, под маркетингом обычно понимается совокупность видов деятельности, направленных на продвижение товаров и услуг от производителей до потребителей. Значит, вот такое определение. Мы сейчас можем говорить о том, что существует внутренний маркетинг, промышленный маркетинг. Но с недавнего времени мы стали активно и употреблять термин «международный маркетинг». И международный маркетинг – это тот же маркетинг, но который нас как бы продвигает с локального рынка на международный, на глобальный. И тогда мы должны какие-то моменты выделить, свойственные международному маркетингу. Вот что мы хотели бы в эту сферу включить. Маркетинг – это ведь имеет несколько функций, я вам хочу напомнить. С одной стороны, это изучение рынка. Значит, надо изучить рынок, потому что мы не единственные на этом рынке. Мы должны найти как бы свое место, и это требует изучения. Второе, в соответствии с изучением рынка, мы изучением прежде всего потребителя, который вот желает приобрести наш товар или услугу, мы создаем товар. Мы создаем товар или услугу в соответствии с тем, что рынок требует. И создав этот товар, мы начинаем его продвигать. И вот тут вот как бы оперативные те функции маркетинга включаем. Мы продвигаем его каким способом? Мы ему разрабатываем ценовую политику. Значит, какие цены будут восприняты рынком? Цены бывают разные, а на мировом рынке тем более. И далее мы разрабатываем источник коммуникации, значит, рекламу, стимулирование, связь с общественностью. И мы выбираем место, где мы хотим реализовать нашу продукцию. Вот все это функции маркетинга. Значит, с одной стороны мы разрабатываем стратегию, А с другой стороны мы и разрабатываем вот эти инструменты операционного маркетинга, Который нам позволяет продвинуть товар на международный рынок. Но тогда, а чем отличается международный маркетинг от обычного? Значит, у него есть и какие-то некоторые такие специфические моменты. И вот о специфических моментах я сейчас хотел бы немножко с вами поговорить. Основные особенности международного маркетинга. Значит, что мы могли бы здесь выделить? Вот, если маркетинг – это работа на рынке, то вот на мировом рынке работа связана с маркетингом, который приобретает некоторые такие специфические элементы. Мы начинаем в маркетинге изучать внешние рынки, их возможностей. Этот отправной момент в экспортной маркетинговой деятельности, он более сложен и трудоемок, чем изучение внутреннего рынка. То есть изучать международный рынок – это более кропотливое занятие, более, так сказать, технологически сложное, чем изучать внутренний рынок. Это вот одно из таких важнейших моментов в международном маркетинге. И отсюда возникает необходимость в создании предприятиями-экспортерами соответствующих исследовательских подразделений и поиск в стране или куда осуществляется экспорт специализированных фирм-консультантов, представляющих за плату информации о товарных рынках. Значит, вот этот момент требует еще дополнительного комментария. В маркетинге это 80% анализа и 10-20% – это творчество, как и в любом менеджменте. Изучение рынка – это сбор информации, ее переработка и принятие управленческих решений. Вот в этом, так сказать, и состоит элемент менеджмента на международном рынке. Вы не можете рынок другой страны так же обстоятельно исследовать, как рынок национальный. Если ваш бизнес уходит за рубеж, вам надо изучать вот эту, так сказать, экономику той страны. Далее. Более тщательное соблюдение принципов и методов маркетинга, чем на внутреннем рынке. Нам необходимо все вот эти принципы маркетинга, которые сформулированы в классической литературе, на международном рынке, соблюдать более тщательно. И это диктуется тем обстоятельством, что внешние рынки предъявляют высокие требования, предлагаемых на их рынках товарах, их сервису и рекламе. Внешний рынок, он очень жесткий. Там требования серьезные. Там надо очень качественный товар. И требуется на этом рынке система хорошо налаженного сервиса, предпродажного обслуживания и так далее. И вот все, что в маркетинге прописано, принципы маркетинга, на внешнем рынке они требуют более жесткого воплощения в деятельность любой фирмы. И вот это, в свою очередь, объясняется остротой конкуренции, преобладанием рынка покупателей, то есть заместным превышением предложений на спрос. Мы говорим, что возник на рынок покупателя, когда покупатель имеет большую силу на рынке. Товаров много, и покупатель выбирает, у кого он может приобретать тот или иной товар. Далее, мы включаем и сюда творческое и гибкое использование маркетинговых методов. Маркетинговые методы, они известны, но вот когда мы выходим на рынок, допустим, Германии, Австралии, Бразилии, мы не можем одинаково работать в каждой стране. Нам необходимо все вот эти методы, известные в литературе, использовать, так сказать, творческие. Вообще, маркетолог человек творческий, он должен всегда находить нестандартное решение. Стандартных подходов в международном маркетинге нет. То есть в каждой стране есть свои приемы бизнеса. Вот в Японии, например, нам очень трудно попасть, потому что мы в каналы распределения товаров не в состоянии, в общем, войти как производителя тех или иных продуктов. А в других странах, наоборот, мы можем легко выходить на внутренний рынок. С учетом конъюнктуры и прогнозов развития рынков, сложившихся на них практики, характер экспортируемых товаров, фирма должна сама решать, что для нее более эффективно. И вот для них можно следующие варианты для любой фирмы предложить. Она может поддерживать прямые связи с зарубежными потребителями или действовать через агентские фирмы. Фирма может осуществлять экспорт товаров или продавать лицензии на право их производства. Мы с вами и говорили в одной из предыдущих лекций, что формы выхода на внешний рынок самые различные, в том числе и лицензии есть самого различного вида. Участвовать в торгах самостоятельно или в составе консорциумов. Использовать лизинг – это сдача товаров в аренду как средство стимулирования экспорта или ограничиться традиционной продажей товаров. Творческий подход требуется еще в связи с тем, что существуют разные законодательства в странах. Мы этот вопрос с вами затрагивали, когда вели речь о внешней среде бизнеса. Есть экономическая, правовая среда. Правовая среда в разных странах отличается. В некоторых странах мы говорим о том, что государство содействует притоку иностранного капитала. А в некоторых государствах мы сталкиваемся наоборот. Очень мощный протекционизм и очень сложно фирме выйти со своим бизнесом на тот или иной рынок. Тогда страны применяют другие инструменты. Они продают лицензию, они выходят на этот рынок по франчайзингу, то есть передают товарные знакы производства какого-то продукта. Или они создают совместное предприятие, чтобы не было антагонизма на рынке той или иной страны по отношению к иностранному инвестору. Значит, вот творчество в маркетинговой деятельности – это одна из таких особенностей международного маркетинга. И вот там в последней табличке было упомянуто лизинг. Сейчас лизинг в международном бизнесе очень распространен. Вот в лизинг многие страны берут самолеты, крупные пассажирские лайнеры, которые в лизинге используются в ряде стран. В лизинг используют многие страны платформы для добычи нефти на море. Это дорогое оборудование, которое не под силу купить с той или иной страны, но взять для того, чтобы ввести морские разработки нефти на шельфе, у фирм, которые это хорошо умеют делать, становится обычной практикой в международном бизнесе. Значит, это то, что касается лизинга. Теперь разработка и производство товаров, обладающих более высокой конкурентноспособностью. Вы не можете на международном рынке реализовать продукцию, которая не соответствует мировым требованиям, мировым стандартам. Мировой рынок очень жесткий рынок, и там может свой сегмент найти только товар, который соответствует ожиданиям зарубежного потребителя. Поэтому есть товар и есть экспортный товар. Экспортный товар – это товар, который производится для другой страны и направляется на экспорт. И разработка и создание требований мирового рынка, а точнее требований покупателей, именно о покупателе у нас ведь в другой стране, это означает не только необходимость соблюдения принятых на нем условий сбыта товаров, и решающее значение имеет разработка и производство таких экспортных товаров, которые даже спустя несколько лет после выхода на рынок отличались бы высокой конкурентноспособностью. Значит, вот это те моменты, которые мы хотели бы в самом начале выделить, если говорим о том, чем международный маркетинг отличается от такого традиционного маркетинга, который мы изучаем и применяем в каждой стране на национальном рынке. Теперь по некоторым важным направлениям. Вообще международный маркетинг сейчас стали изучать во многих высших учебных заведениях. И это правильно. Это правильно, потому что нас подталкивает к этому целый ряд сейчас таких важных моментов. Первый. Наша компания, крупные компании, постепенно становятся такими компаниями, которые приобретают черты транснациональных компаний или международных. Прежде всего, пока это затрагивает нефтегазовый комплекс «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». Но со временем, наверное, и наши корпорации будут выходить на международный рынок. И они должны уметь работать хорошо в этой среде, в которую предполагает и мировая экономика. Разнообразная маркетинговая среда. Второе. Мы очень много лет уже ведем разговор о том, что Россия должна вступить во Всемирную торговую организацию, вступление в ВТО. Называется даже срок уже. Вот середина 2008 года. Когда Россия будет членом ВТО. А что такое вступить в ВТО? Там много всяких моментов. Мы будем специально об этом говорить в одной из лекций. Но одна из важных таких черт вот этой акции – это то, что снизится таможенная пошлина до 5-7%. Товары сюда придут на рынок в большом количестве, на отечественные. Придут услуги, придут фирмы. И мы окажемся на внутреннем рынке, как на международном рынке. Мы должны научиться себя правильно вести в такой среде, в глобальной среде. И это связано с тем, что и международный маркетинг для наших предпринимателей – это уже вопрос выживания. Первоначально вообще маркетинг стали изучать, знаете где? В системе Министерства внешней торговли. Потому что фирмы, которые что-то производили и реализовали на внутреннем рынке, маркетинг не требуется. Все было расписано по плану, куда, что поставлять, кому отгружать и кто является потребителем той продукции. Но эта фирма, которая выходила за рубеж, она оказалась там в другой среде. И там были конкуренты. И вот чтобы с ними в этой среде конкурировать, надо было и понимать основные инструменты маркетинга. И вот маркетинг в России стали преподавать первоначально в Академии внешней торговли, в тех организациях, где готовили специалистов для работы за рубежом. А за рубежом в основном занимались поставками за рубеж являлись Министерство внешней торговли в советское время, Государственный комитет по внешнеэкономической деятельности, но там еще несколько организаций, которые получили это право на ведение коммерческих операций за рубежом. И вот давайте тогда еще поговорим о том, что должна здесь делать фирма, когда она делает в области маркетинговых, так сказать. И вот чтобы там хорошо себя чувствовать. Начинается все с маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования – это системный процесс, включающий их сбор, анализ и использование достоверной информации для принятия соответствующих решений, способствующих достижению конечных целей предприятия. Маркетинговые исследования, они очень распространены сейчас, потому что рынок насыщен. И что такое маркетинговые исследования? Это обзор, прежде всего, количественной литературы. Затем это качественный анализ. Это исследование рекламы, потому что без рекламы на рынке сейчас не пробиться вам. Затем это изучение различной, так сказать, культурной среды, общественного мнения. Вы все должны понимать, потому что я говорю, что вы можете вести бизнес в Казахстане, на Украине, в Финляндии, в Чехии. Вы очень многое должны узнать о том или ином рынке, чтобы найти свое место в бизнесе, в новой для вас среде. И поэтому вам необходима информация, обработка информации. И вообще, многие фирмы, которые захотели работать на международном рынке, первое, что они сделали, усилили у себя в структуре, это блок маркетинговых исследований. Или создались специальные подразделения, или стали покупать разработки у специализированных фирм, которые это делают достаточно успешно. И на рынке появилась вот такая даже категория фирм, которые готовят специализированные маркетинговые исследования для более глубокой проработки отдельных вопросов. Там работают маркетологи, социологи, рекламисты. То есть консалтинговые фирмы, многие этим занимаются. Появилась такая услуга. Потому что потребность в информации, состоянии рынка испытывают сейчас примерно 85% всех компаний. А вот и также вот надо уловить изменение запросов потребителей и их реакции на новые товары. Ведь есть понятие традиционный товар и новый товар в маркетинге. Новый товар – это тот товар, который позволяет вам не получать дополнительные прибыли, занять более сегмент широкий. И в портфеле любой фирмы есть традиционные товары и товары-новинки. Но не все новинки сразу воспринимаются хорошо в том или ином обществе. Поэтому вы должны понимать и исследовать, какая реакция на новые товары. И с чего мы начинаем вести маркетинговые исследования? Мы тогда выделяем в маркетинге два типа информации. Значит, вторичная и первичная информация. И когда вот студентов мы спрашиваем, какая информация для анализа является первой, то всегда поступают разные ответы. А первоначально вам маркетинговые исследования необходимо начинать с анализа вторичной информации. И вот вторичная информация – это информация уже имеющаяся, но собранная для других целей. И вот вы должны прежде всего, приступая к маркетинговым исследованиям, познакомиться с информацией, которая называется вторичной. Она уже где-то существует. Это отчеты компаний, беседы с руководителями, сотрудниками, если мы по внутренней говорим информации, беседы с сотрудниками других подразделений. Это бухгалтерские финансовые отчеты. И сообщение персонала. Это затем обзор жалоб, пожелания потребителей, деловая корреспонденция фирмы. Значит, маркетинг, он ведь как, изучает, с одной стороны, внешнюю среду, но, с другой стороны, он все время должен держать под контролем вот то, что в самой фирме происходит, изучать саму фирму. Вдруг у нас появляется новый хороший рынок, и мы туда желаем выйти. А может ли ваша фирма по своим ресурсам, по своей мобильности, персонал, так сказать, вот обеспечить этот выход быстро с качественным продуктом? Или может ли она расширить производство? То есть вы изучаете, как маркетологи, всегда два таких блока. Внешний мир, а с другой стороны, возможности самой фирмы. И если есть сейчас вот возможности занимать этот новый регион в вашем бизнесе, то ваша фирма может быть ограничена. Вот приведу такой пример. Сейчас очень большие заказы поступают в нашу страну от многих государств, которые желают купить самолеты МИГ или Су-35, вот эти очень высокого уровня самолеты, которые можно увидеть на салонах, на показательных выступлениях. Это высший в мире уровень самолетов, вот истребителей этого класса. И заказы есть, из Малайзии, из Индии, из Китая. И, ну, нет возможности расширить производство, потому что квалифицированных специалистов, квалифицированных рабочих, которые бы могли собирать этот продукт, их сейчас недостаточно. То есть резко увеличить производство этих машин мы не можем. А самолет стоит дорого. Самолет стоит, так сказать, несколько миллионов долларов. Значит, вот возможности фирмы ограничены, чтобы расширить нашу экспансию с тем или иным продуктом на продукт, который востребован на мировом рынке, и расширить это производство. Значит, мы начинаем вторично изучать информацию. Это помимо ваших внутренних всех документов, вашей фирмы, а фирма это может быть и маленькая фирма, и корпорация. Вы изучаете и то, что есть, значит, на рынке, какие источники имеются по другим вопросам. Это, допустим, Всемирный банк, много публикаций. Вы должны изучать законы, поставление государственных органов. Вам необходимо официальную статистику обязательно отслеживать, периодическую печать и результаты научных исследований. То есть, результаты научных исследований, там, рынок нефти, рынок леса, вот все рассуждают на тему о том, какова будет цена на нефть в обозримом перспективе. Значит, сейчас цена совершенно невероятная, где-то приближается к 100 долларам за одну баррель. Но как дальше будет это развиваться? Значит, квалифицированные специалисты, в принципе, могут подготовить исследования на эту тему, где могут проанализировать различные варианты решения этого вопроса. Далее, к источнику информации относятся также вот такие вещи, как выставка, ярмарка, конференция, день открытых дверей, коммерческие банки данных. Все фирмы стараются участвовать в международных выставках и ярмарках, потому что мы не только на ярмарке показываем свой продукт, мы, во-первых, видим конкурентов. Мы начинаем лучше понимать, какие новинки востребованы. Мы улавливаем на ярмарке и на выставке настроение наших посетителей, что бы они хотели. И мы, в принципе, завязываем много всяких отношений таких вот, неформальных. А неформальные отношения в бизнесе очень важны, потому что в бизнесе существует такая категория, как риски, надежность. И нахождение надежных партнеров вы можете, в общем, проводить и в рамках ярмарки. Это вторичные данные, так сказать, они уже существуют. И сбор вот этих вторичных информаций, он обычно предшествует сбору первичных данных. Но если вам все, что есть вот в газетах, в журналах, в отчетах недостаточно, тогда надо произвести самостоятельное первичное исследование. И вот первичные исследования, это первичные данные, первичные данные, их надо уже собрать. Собрать как бы самостоятельно. И сборы первичных данных, они могут быть организованы путем проведения анкетирования. Путем, так сказать, наблюдения, которые называются панельные наблюдения. Путем опроса, путем эксперимента. Значит, первичные данные это то, что надо вновь где-то добыть для фирмы. И очень многие сейчас используют для сбора первичных данных возможности интернет. Интернет позволяет не только нам почитать то, что о чем написано, но и на своем сайте задавать вопросы, кто интересуется вашей продукцией, произвести конференцию, анкету. Значит, интернет очень, так как в мире распространена сейчас торговля в интернет, а по последним данным к системе интернет в России подключено уже около 20 миллионов человек, такая оценка существует, то естественно, что много мы можем решать и вот в системе интернет о части проведения маркетинговых исследований. И проведение вот международных маркетинговых исследований мы как бы можем выделить этапы, определенные этапы. Потому что план исследований и затем вы формулируете постановка проблемы и формулирование цели международного маркетингового исследования. Значит, как может быть выглядеть проблема? Вам надо расширить ваш рынок. То есть вы работаете на локальном рынке, товаров можете производить больше, необходимо расширить рынок. Один из возможных рынков – вывести товар за рубеж. Тогда вы, так сказать, так вот формулируете расширение рынка и выводы товара в другие страны. Далее вы можете разработать план международного маркетингового исследования. Чтобы вывести ваш товар за рубеж, вам надо сделать первое, второе, третье, четвертое анализ вторичный, анализ первичной информации, провести, заказать исследование по такому-то вопросу, изучить экономику той страны, куда вы желаете. Вы должны разработать план. Маркетинговое исследование – дорогое дело, поэтому надо обязательно иметь план. И третье – это реализация плана исследований. Значит, если вы разработали такое исследование, оно вам что-то такое показало, то вы должны уже сделать вывод, а может быть, вам сложно выйти на внешний рынок. Потому что таких примеров много. Вот в Россию, допустим, пришли многие фирмы из-за рубежа, и в последние годы ушли. Они не смогли закрепиться на нашем рынке. Значит, некоторые моменты осложнили их деятельность. То же самое мы, когда перестройка была у нас в начале 90-х годов, так сказать, декларирована, открытая экономика стала фактическим таким. Всем предприятиям разрешили заниматься экспортом и импортом, не создавать совместные предприятия, все отправились за рубеж. Но все отправились быстро за рубеж и стали предлагать многие товары, услуги, сотрудничество, варианты всяких сделок. Это я сам свидетелем являюсь этого периода, когда на любой международной конференции за рубежом огромное количество было русских предпринимателей, которые искали возможности партнеров. И потом это все немножко стихло. Потому что было трудно найти фирму, которая бы с вами сотрудничала на тех или иных принципах. Во-вторых, вы убедились в том, что ваш товар недостаточно конкурентно способен по сравнению с товарами других стран. И третье, очень важно, у вас нет квалификации, чтобы работать эффективно на международном рынке. Потому что работа на международном рынке требует очень больших знаний. Умение подписать контракт, умение вести бухгалтерию в тех стандартах, как это принято в мире. Или же это умение вести переговоры. И желательно, чтобы это было на языке той страны, в которую вы желаете проникнуть. Затем вы должны понимать, как в этой стране надо реализовать, через какие каналы ваш продукт. Затем вы должны понимать особенности рекламы. Потому что то, что в нашей стране реклама вытворяет, это не во всех странах возможно считать. Некоторые виды продукции вообще нельзя рекламировать. То есть вы, проведя такое исследование, затем делаете вывод. Значит, делаете вывод. Ну и если ваш товар все-таки годится для внешнего рынка, тогда вы туда стараетесь его выводить. Но вы обязательно на мировом рынке сталкиваетесь с таким явлением, как конкуренция. Вот в России есть капитализм, но конкуренции мало. И власть крупных монополий. Крупных монополий. Поэтому так цены быстро растут. Поэтому одна из причин инфляции, то что вот нет конкурентной среды. Есть РАО и ЕС, есть несколько нефтяных компаний, есть Газпром, есть железные дороги тоже в одной компании. Есть несколько авиационных, так сказать, компаний и все. То есть конкуренция не такая, которая бы была желательна. А конкуренция на мировом рынке очень сильная. Если вы туда выходите, вы попадаете вот в условиях конкуренции. И конкуренцию надо исследовать. Вообще конкуренция это соперничество на каком-либо поприще между отдельными лицами или хозяйственными единицами, которые заинтересованы в достижении одной и той же цели. А что вам, так сказать, кто у вас конкуренты, прежде всего? Кто у вас конкуренты? И конкуренты это те, которые фирмы, которые предлагают аналогичный продукт. Или те, которые обслуживают другие рынки с таким же продуктом. Это фирмы, которые производят товары-заменители, способные вытеснить данный продукт на рынке. Но автомобиль, вот ему конкуренты не только те, которые автомобиль производят, но являются другие виды транспорта в какой-то степени также конкурентами. То есть их тоже надо... Как у нас лозунг появился? Летайте, летайте, значит, поездами там железных дорог, значит. Вот скорость современных, современных, вот, локомотивов превышает уже 300 километров в некоторых странах. То есть это становится очень мощный конкурентный способ перемещения, и это конкуренция для авиации. И тогда, так как рынок уникален, то надо, так сказать, вот понять, как на нем можно конкурировать. Вот крупный исследователь конкуренции Майкл Портер, он сформулировал пять конкурентных сил, которые влияют на ваше место на рынке. Согласно исследованиям Портера, состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать пятью конкурентными силами. Значит, угроза появления новых конкурентов. Это понятно. Появление новых конкурентов всегда, если вы выводите товар, то раньше кто-то, одна фирма производила компьютеров, сейчас производят, допустим, десятки. Это новые конкуренты. Соперничество между имеющимися конкурентами. Значит, уже вы ведете соперничество с теми, кто на рынке представлен. Теперь вот способность поставщиков торговаться. Вы должны уметь торговать на рынке поставщики. Или торгуете вы сами, или через ваших дистрибьюторов. Но вот способность поставщиков торговать – это, так сказать, очень важное такое конкурентное преимущество. Но и способность покупателей вести торг тоже является, в общем, важным таким элементом в конкуренции. Способность покупателей вести торг. И возможность появления товаров-заменителей. Это одна из таких составляющих конкурентного рынка – товары-заменители. Вот были металлы, потом стали широко использоваться пластмассы. Сейчас автомобиль современный, он все больше и больше использует различных новых пластических вещей. Новый самолет тоже используют, помимо металла, какие-то, в общем, разработанные материалы. Это позволяет снизить вес, повысить прочность и так далее. Вот это вот новые материалы, это конкуренция для, допустим, сталелитейных предприятий и так далее. И, конечно, после того, как вы понимаете ваших конкурентов, вам надо разработать стратегию. Стратегия внешнеэкономической деятельности может быть самая различная. Я вам просто хотел бы коротко рассказать, что процесс выбора стратегии проходит в несколько этапов. Значит, анализ всех сторон внешнеэкономической деятельности фирмы. Анализ рынка на перспективу. Анализ спроса и предложения. Это анализ возможностей фирмы. Это анализ бюджетно-налоговой политики. И анализ влияния хозяйственных тенденций на экономику предприятия. А также разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы. Вот это вам как бы позволяет выбрать стратегию. А стратегии вашего... Без стратегии вам трудно. Без стратегии. Стратегия это долгосрочная, так сказать, такая концепция, которая вам облегчит существование на рынке. А на международном рынке там могут быть и другие стратегии. Вот я вам только перечислю, какие стратегии сейчас возможны. Альтернативные стратегии. Вот посмотрите, инновационная стратегия. На многих западных рынках проявляется тенденция к насыщению рынка. Поэтому создание новых продуктов и привлечение потребителей приобретает все большее значение, как одни из важнейших факторов успехов конкурентной борьбы. Новые продукты должны отличаться от существующих на рынке или по внешнему виду, или по функции. Однако их создание требует больших расходов и связано с риском. Но тем не менее инновационная стратегия вам позволяет выйти на рынок с новым продуктом. Стратегия дифференциации. Это суть ее в том, что вы расширяете в вашей фирме производственную программу, и часто ваши товары не имеют новые связи с предыдущими, но вы используете накопленный опыт и связи. То есть вы расширяете ваш ассортимент продукции. Стратегия интернационализации. То есть это обработка новых и новых рынков. Одна страна, другая, третья, система интернационализации. Стратегия глобализации. Это то, что вы обработаете рынки и предлагаете им стандартную продукцию. Стратегия кооперации. Эта стратегия, она включает то, что вы ищете сотрудничество постоянно с другими фирмами в целях большего использования потенциала рынка и упрощения существующих позиций. Но вот я вам приведу пример. Современный новый самолет разрабатывают уже некоторые страны совместно. То есть потому, что они используют кооперационные возможности друг друга. И технологические стратегии. Очень важные там микроэлектроника, биохимия, генная инженерия. Они обязательно предполагают использование технологической стратегии. Это вот то, что касается стратегии. А тогда потом возникает идея оперативного маркетинга. Оперативный маркетинг. Оперативный маркетинг во внешнеэкономической деятельности. Это, прежде всего, маркетинг-микс, о котором мы уже говорили. Это 4П, которые каждая фирма использует. Товар, цена, место продвижения. Важное еще имеет в этом миксе, занимает компонент люди. И поэтому вы используете этот маркетинговый комплекс для того, чтобы выводить ваши товары. Значит, экспортно-товарная политика предприятия. Это связано с разработкой товара и выведением его на рынок. Это из вопросов оперативного маркетинга. И способом проникновения на рынок – это то, что во внутреннем маркетинге является канал распределения продукции. То есть мы с вами специальную лекцию на эту тему уже читали. И затем продвижение товаров и услуг на зарубежные целевые рынки. Вот этот весь комплекс, он на международном рынке имеет свою специфику. И некоторые из этих моментов мы с вами уже в предыдущих лекциях рассматривали. На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До следующей встречи.